Чивыча, Нерка, она стремится вперёд, вверх. Он меня даже не слышит уже, потому что он глухой, полностью глухой. Все равно мы сходимся к тому, что у нас начинаются проблемы, Ген. Да, видишь, как люди приехали к нам не снимать наши проблемы. Они хотят осветить нашу жизнь. А ты открой книгу Крашененникова. И посмотри, были там проблемы или не было. Да, ты знаешь, вот... Да, они же просто повторяются. Если честно, мы сейчас можем на камеру говорить много чего. Я не про то говорю. Но мы не будем сейчас говорить о проблемах. Я тебе не про то говорю. Проблемы эти, они не поймут. Потому что люди живут в Российской Федерации, на материке. Они даже не в курсе. Понимаешь, они нашу жизнь не поймут. Им абсолютно плевать, что нам нужна рыба. У них есть колбаса и есть свинина. Вот что у них есть. Знаешь, они даже не понимают, они, некоторые люди в Москве, они считают, что у нас тут железная дорога. Что с Москвы контейнером можно в Петропавловск-Камчатский или в Большевицкий район доехать на поезде. Они даже не знают, что Охотское море есть. Они думают, на Сахалине тоже есть мост, наверное, или Сахалина. А, Сахалина-то где? Это у вас на Камчатке, что ли? А как нам сохранить свою самобытность? Самобытность, она в нас. Ага, в нас. Если нас завтра выгонят в город... Да не выгонят нас в город. Бесполезно. Никто никогда нас не выгонит в город. Мы живем и доказываем свое право на эту жизнь. Понимаешь, мы уже не просто живем, а мы каждый день доказываем право на жизнь. Надя, может, пройди вперед, а потом назад выходи. Рано, рано, рано! Да что вы делаете? Стой! Володь! Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Надюша, тебе есть... Ай-я, 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 ай-я. Они еще не выходят на вступление. Стоять, 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 стоять. Сзади, сзади крышки. Попрыгай, пошевелись, пошевелись, Надюша, пошевелись. Попрыгай, мой, здесь. Попрыгай, Надюша. Попрыгай, Надюша. Молодец. Попрыгай, молодец. Попрыгай, молодец. Улыбаемся, девочки, улыбаемся, локматые крылья, локтями ведем, ниже садимся. Пытаются изменить историю, сказав, что коренные здесь никогда не жили. Пускай откроют любую книгу, любой исторический этот самый опуск, да любой, не только Крашенинника, Стейлера, там везде написано, что здесь исконно жили народ рыбаки. Камчедалы рыбаки здесь жили, они исконно жили здесь, они никуда отсюда не уходили. К остальным народам, значит, у нас здесь проживают украинцы, татары, значит, узбеки, грузины, армяне, все проживают. Но мы же не говорим, что уходите с нашей земли. А почему нас должны гнать просто с нашей земли? Просто гнать. А для того, чтобы коренные не видели, что творят они на нашей земле, значит, просто уничтожают. Уничтожают. Когда ставной невод, значит, вылавливая, ну, в сутки, допустим, 40 тонн рыбы, да, а завод не принимает ее, выливает мертвую рыбу в море, уничтожая ее. Когда прорезя, протаскивая мимо рыбу, вываливают ее в реку, потому что завод не принимает, он просто задохнулся, он не может переработать такое количество рыбы. И нас, коренных, обвиняют в том, что мы просто уничтожили речку. Когда ловят промышленника, да, и у него находят, допустим, тонну икры, они пишут просто, попался браконьер такой-то, столько-то икры у него, вот возбуждено там административное дело. И когда ловят коренного, сразу же пишется, попался КМНС такой-то, поймал там, допустим, 3 хвоста там или 4 хвоста рыбы, и уже подводится под то, что это браконьер, просто уничтожающий все запасы. Борьба идет не с браконьерством, не с какими-то там нарушениями, а борьба идет только с коренными. Пытаются уничтожить именно коренной народ, чтобы его здесь не было на Камчатке. Обвинили нас, ЗАГС собрание обвинило нас в сепаратизме, что мы, коренные жители, значит, Камчатского края, пытаемся запретить нахождение военных баз на Камчатке. Они прямо написали это в своем послании? Нет, ну сепаратизм, он в себя включает совсем другие аспекты. Нет, ну... Сепаратизм, он заключается в том, что якобы коренные пытаются лоббировать интересы там отсоединения Камчатского края от Российской Федерации. Этого абсолютно нету и быть не может, потому что мы хотим жить только лишь в составе... Мы будем жить в составе Российской Федерации, по законам Российской Федерации мы хотим жить на своей земле, это понятно. Степан Петрович Крашенинников, он провел на Камчатке почти 4 года и сделал столько, сколько в наше время далеко не всегда удается сделать целому научному отряду. Я прочитал книжку «Знаменитые описания земли Камчатки». Первое впечатление у меня было, это буквально роман, поэма, можно даже сказать, а не научное произведение. А затем, спустя уже несколько десятков лет, меня эта книжка и деятельность Степана Петровича заинтересовались с чисто профессиональной точки зрения, потому что неожиданно выяснилось, что очень многие вещи, которые он написывал, его последователями интерпретировались далеко не всегда так, как было на самом деле. Пришел Крашенинников, написал Камчатку, пришел Беринг, писал там какие-то просторы Камчатки, там карту нарисовали, все такое. Мы пытаемся сохранить наши традиции, наши обычаи, все это есть, и я украдкой, чтобы не видела моя супруга, она у меня русская, бросаю в костер, молюсь своим духом, потому что мы язычники. Мы поклоняемся огню, воде, ветру. Никакая цивилизация, никакое телевидение не переменит нашего сознания, это уже как бы есть у нас в крови, да. Оно в крови заложено и как бы на генетическом уровне. Нам необходима рыба, нам необходима сало нерпы, нам необходима медвежье мясо, которое мы питаемся. Я, например, искренне верю и чувствую, что если я поем медвежье мясо, я набираюсь сил. Мы же малочисленные, мы не должны умереть, мы не должны изгинуть откуда-то. Ну и в то же время мы не должны стоять с протянутой рукой и просить у государства что-то. Понимаешь, мы должны развиваться сами. И наши дети должны развиваться сами. И мы должны научить наших детей, наших внуков всему тому, чему нас научили наши деды. А у нас сейчас получается, что государство нам говорит, вы этого не делаете, мы вам принесем на блюдечке с золотой каемочкой, вы скушайте, и с вас хватит. А мы хотим сами это делать, понимаешь? Сами ловить рыбу, сами пойти поймать себе ту же утку, сами. Если мы будем говорить о нашей жизни, то, честно говоря, не сладкая наша жизнь. Не сладкая в том положении, что, я же говорю, нас зажали уже на последнее. Сначала отобрали образ жизни, теперь пытаются отобрать уже и землю. Сделать резервацию север. А юг, это историческая наша родина, где жили наши предки. И у нас его теперь хотят просто отобрать. Чтобы прожить здесь месяц, месяц на косе, я не знаю, с чем это можно сравнить. И прожить в городе, это совершенно разные вещи. У нас здесь, вот, мы же проехали, у нас нет ничего здесь на косе. Вот, ближайший поселок в 10 километрах. Дойти до него тоже, в общем-то, проблематично. Шторма постоянная, ветра, здесь даже деревья не растут на косе. Мы живем, мы пытаемся сохранить свой образ жизни на косе. И теперь у нас его пытаются отобрать. Кто? Ну, кто? Законодательное собрание Камчатского края. Рыбопромышленник. Да, ну, в основном, конечно, это лоббирование интересов крупных рыбопромышленников. Три-четыре человека, которые здесь вот занимаются этим промышленным рыболовством, пытаются у нас отобрать, выгнать, нас выгнать со своей земли, с исконной земли. Законодательное собрание Камчатского края. Курля, поярче руками. Все, уходи, Курля. Уходи, Курля. Я говорю, когда пишут, что именно закрытие традиционного образа жизни в целях обеспечения, даже там формулировка другая, в целях обеспечения образа жизни. Закрыть. Я говорю, у меня дети убежали, потому что у нас невозможно так жить. Они члены общины, они бы тоже так же поставили бы себе, что он член общины, там, это самое. А на что он будет жить? Ведь у каждого у меня, у каждого ребенка, это самое, по двое детей своих уже. А они пишут, значит, запретить традиционное волосство в целях обеспечения традиционного образа жизни. Я говорю, как можно запретить образ жизни? Вы объясните мне? Может, я говорю, не понимаю, чего. Оно любое, рыболовство или охота, или, да, в целях определения образа жизни. Значит, вы запрещаете нам просто жить. Нет, мы не запрещаем. Почему мы запрещаем жить-то? Вы же живете. Я говорю, вы пишете, вот здесь в приказе пишете, запретить традиционный образ жизни. Ну, ты поясняй сразу, кто? А кто у нас запрещает? Федеральное агентство по рыболовству? Нет, допустим, запрещает комиссия. Во главе, значит, во главе комиссии стоит губернатор наш, да, министр рыбного хозяйства и федеральное агентство по рыболовству. Историю не поменять. Я согласен. Историю не поменять. Книги не переписать. Великого писателя, да, исследователя Коршененникова, знает в мире. Эти книги переведены на многие языки. О том, как осваивалась Камчатка и что здесь есть. Да, есть первобытные карты, где написано четко Коряки, и Тельмены, и Вены, Камчедалы. Здесь живут Камчедалы. Вот, это... И везде на картах южные районы все заселены Коряне. Конечно, абсолютно. А они пытаются доказать, что их нет, здесь и нет. Да, дело-то не в этом, дело не в этом. Но я вам еще раз говорю, что историю, оно бесполезно менять. Они даже там на материке не представляют, что такое малочисленные народы. Как так малочисленные? Что такое малочисленные? Ёлки-палки, они что там вымирают? Их там 10 человек осталось, что ли? Они этого не понимают даже. Нам нужно показать, что мы есть, что у нас есть культура, что у нас есть язык свой. Мы должны сейчас показать народу Российской Федерации о том, что мы есть. Вот мы и показываем, что мы есть. Мы есть, но у нас есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...